Далее расскажем обо всем подробно. Далее расскажем обо всем подробно. После чего принимают решение. Оказанием социальных услуг занимаются подведомственные учреждения Управления соцзащиты, Центр социальной помощи семье и детям и Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Комиссия, признав вас нуждающей в социальном обслуживании, выдает вам и ПЭПСУ, называемая. Это индивидуальная программа предоставления социальных услуг, где мы прописываем подробно, какие в социальных услугах гражданин нуждается. Составленная индивидуальная программа действительно в течение трех лет. По закону получить перечень социальных услуг гражданин может на всей территории Нижегородской области. Возраст клиентов социальных учреждений – от трех лет. У нас много оказывается услуг, в основном, конечно, гражданам пожилого возраста и инвалидам. Но также и детям мы предоставляем путевки. Сейчас у нас есть путевки в лагере, особенно вот сейчас каникулярно, когда период наступает. Принимая решение о признании нуждающимся в предоставлении перечня социальных услуг, рассматривается состояние здоровья, материальные положения и другие факторы. Опыт показывает, что пожилые люди получают право на социальные услуги практически в 100% случаев, если у претендента нет индивидуальных противопоказаний. До самой главной ночи в году осталось два месяца. Новый год – праздник всеми любимый, всегда долгожданный и сказочный. Однако не ко всем в эти волшебные дни приходят родные и близкие с подарками. По всей России живут сотни детей, бабушек и дедушек, которые нуждаются в помощи. И наш город – не исключение. Чтобы в новогоднюю ночь подарить им настоящий праздник, мы вновь объявляем о старте благотворительной акции «Мы помогаем». Чтобы сотворить новогоднее чудо, не обязательно быть Дедом Морозом. Достаточно лишь иметь желание подарить окружающим настоящий праздник. Канал 16 вновь начинает благотворительную акцию «Мы помогаем». И в этот раз мы проводим ее совместно с депутатами городской думы. Радостно, что канал 16 с такой акцией идет, расширяет ее деятельность и на нас тоже. Людей нуждающихся у нас очень много, и каждый депутат на своем округе этих людей знает. Пусть это будет какая-то помощь, ну может быть, в некоторой даже степени символическая, но когда одиноким людям оказывают такое внимание, они это очень ценят. Мы это все знаем и реагируют на это очень позитивно, и как-то все наше общество становится немножко лучше. Впервые акция «Мы помогаем» стартовала два года назад. В преддверии больших праздников редакция нашего канала и неравнодушные жители города помогали одиноким пенсионерам, собирая такие необходимые для них продукты питания и средства гигиены. За это время продуктовые наборы и подарки получили не один десяток бабушек и дедушек. Мы получаем огромную обратную связь на нашу акцию и со стороны жителей города Сарова, которые с удовольствием несут подарки и продукты для пожилых людей, так и от тех людей, которым мы помогаем. Мы получили много писем, много звонков в нашу редакцию со словами благодарности, потому что, казалось бы, небольшой подарок, продуктовый набор на самом деле приносит в дом к этим старикам, которые волею судя постались одиноки, настоящий праздник. Принять участие в благотворительной акции и подарить немного радости и волшебства людям, так нуждающимся в заботе и поддержке, может каждый сыровчанин. Для этого нужно совсем немного. Можно купить хозяйственные товары, продукты, мясные и рыбные консервы, крупы, макароны, чай, какао, сгущёнку, паштет и сладости. Также можно приложить небольшой новогодний подарок – календари, шарф, тёплые носки, подарочное полотенце или маленькую мягкую игрушку. Что бы вы ни принесли, это доставит искреннюю радость получателям. Присоединяйтесь к нам. Передать товары для бабушек и дедушек можно по адресу. Силкино, 41, второй этаж. Давайте дарить праздник вместе. С 1 ноября в поликлинике номер 1 начал работать единый номер регистратуры – 95511. По этому номеру горожане смогут получить справочную информацию, записаться на прием к врачу, вызвать доктора на дом. Теперь, чтобы дозвониться в регистратуру, не придется набирать телефонный номер многократно. Звонок будет удерживаться автоматически до ответа первого освободившегося оператора. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчанин завоевал золото чемпионата мира по самбо среди ветеранов. Состязания прошли в городе Касабланка, крупнейшем мегаполисе королевства Марокко. Туда съехались представители 32 стран. Всего около 450 бойцов, в том числе и наш земляк – сотрудник Орфеатснеф Юрий Пенегин. В весовой категории до 100 килограммов он не оставил соперникам ни одного шанса, поднявшись на верхнюю ступень педестала почета. Проверить свои знания о народах страны, их традициях и культурных особенностях уже в третий раз в нашей стране прошла масштабная акция под названием «Этнографический диктант». В прошлом году диктант написали более 360 тысяч человек в России и за рубежом. В этом году желающих проверить свои этнографические знания оказалось еще больше. О том, как прошел диктант в Сарове, расскажем далее. В бланке 30 вопросов и ровно 45 минут для того, чтобы на них ответить. Участники Всероссийской акции «Этнографический диктант» проверили свои знания по географии, истории России и родного края. Я считаю, я довольно хорошо справился с этим диктантом. Я пришел на него в первый раз. Мне очень хотелось на него попасть. Я к нему старательно готовился. Кто-то отыскал в интернете задание этнографического диктанта прошлых лет и прорешивал их в свободное время, кто-то студировал учебники по истории, кто-то понадеялся на свои знания и эрудицию. Для того, чтобы проверить свою этнокультурную грамотность, в библиотеку Маяковского пришли школьники разного возраста и взрослые. Желающих оказалось столько, что их не удалось вместить в одну аудиторию. Я считаю, что такие диктанты помогают узнать больше о истории своего народа, о истории народа своей страны. Это очень полезно и очень развивает. Я очень старалась написать все грамотно, все хорошо. Но были очень интересные и достаточно сложные вопросы. Я очень сильно постаралась с ними справиться. Этнографический диктант посвящают Дню народного единства. Наш город присоединился ко всероссийской акции впервые. Саровчане и еще 300 тысяч жителей страны сели за парты в школах, вузах и учреждениях культуры. Для тех, кто захотел ответить на вопросы диктанта дома, предусмотрели онлайн-версию. Несмотря на то, что вопросы диктанта не разделялись по возрастным группам, задания предусматривали разный уровень знаний и подготовки. На выходе из аудитории всех участников волновало одно – когда и как узнать результаты. Сделать это можно будет на официальном сайте только тогда, когда организаторы закончат обработку бланков ответов. Сейчас мы должны подвести итоги, выявить средний балл, выявить самого старшего участника, самого молодого участника, также определить процентное соотношение женской половины и мужской. Потом эти сведения будут направляться региональному координатору. Результаты этнографического диктанта будут известны 12 декабря. Все участники всероссийской акции получат сертификаты. Музей военно-морской славы существует в нашем городе уже на протяжении 7 лет. И регулярно в его экспозиции появляются новые уникальные артефакты и фотографии, связанные с подводной лодкой Саров и историей военно-морского флота в целом. В этом году в музей вновь появились новые стенды. Подробности в следующем репортаже. Новый стенд сотрудники музея называют «Адмиральским». Он посвящен шестерым людям, командующим ВМФ, которые были в нашем городе или до сих пор регулярно приезжают в Саров. В коллекции представлены фотографии и личные вещи адмиралов. Даже из формы одежды, потому что видите, две фуражки адмирала Высоцкого, адмирала Щеркова. Я не встречал ни одного стенда, где-то музея, где были представлены хотя бы два головных убора. У нас уже два. Но сейчас у нас уже подходит еще один. То есть скоро у нас будет, наверное, единственная коллекция именно главных уборов главнокомандующих. А еще на стенде можно увидеть личную чашку одного из адмиралов, изготовленную в Санкт-Петербурге на первом в стране фарфоровом заводе, сувенирную тарелку подарок главнокомандующего, а также книги, посвященные военно-морскому флоту с автографами. И даже мундир со звездой Героя Российской Федерации, который принадлежит куратору подводной лодки Саров. А начался сбор экспонатов с одного погона контр-адмирала. Когда начали собирать эту коллекцию, то выяснилось, что буквально в 2011 году к нам приехал контр-адмирал Куров, и вот здесь можете увидеть его как раз. И впервые, когда нас посетил музей, а мы только открылись, он привез вот такую уникальную коллекцию, набор серебряных монет Росатома. За семь лет существования музея ветераны военно-морского флота создали интересную, а главное уникальную экспозицию, посвященную истории и современному развитию военно-морского флота, ознакомиться с которой приглашают всех желающих. Юные саровчанки приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Галактика танца». Он проходил в Туле. На одной сцене собрались более 600 танцоров и 18 хореографических коллективов со всей страны. Участницы коллектива «Сюрприз» детской школы искусств стали победителями в номинации «Классический танец». Конкурс «Галактика танца» собрал более 18 талантливых коллективов со всей страны – Тульской, Рязанской, Калужской, Московской, Нижегородской областей. Такая большая конкуренция только разодорила танцевальный коллектив «Сюрприз». На конкурсе девочки стали победителями в номинации «Классический танец». На суджюри юные хореографы представили номер «Вальс-шутка». «Они исполняли номер на пуантах. Занимаются классикой они уже 4 года. Подготовка у них хорошая, я считаю, потому что раз такие места занимают». Жюри оценивало конкурсантов сразу по трём составляющим – техника исполнения, построения номера, сценичности и артистизм участников. На сцене Тульского областного центра можно было увидеть коллективные, дуэтные и сольные выступления. По мнению воспитанниц ансамбля «Сюрприз», перед выходом на сцену главное – правильно настроиться. Перед самым вступлением было очень волнительно выходить на сцену, так как было довольно-таки очень много людей. Ножки дрожали, но мы с девочками собрались и выложились на всё 100%. Когда я узнала, что наш коллектив занял первое место, я просто прыгала от счастья, в прямом смысле этого слова. Очень радовалась, это было неожиданно на самом деле, потому что дети были достаточно подготовленными. Хорошие танцы, постановки, мне очень понравилось. После выпуска из детской школы искусств девочки не заканчивают свою танцевальную карьеру. Некоторые из них отправляются учиться на хореографов в другие города, а кто-то переходит заниматься во взрослые танцевальные коллективы Сарова. Клуб «Арт-Позитив» появился в нашем городе всего год назад. И за это время уже успел обрести поклонников, друзей в сфере искусства, единомышленников. Члены клуба принимают активное участие в пленэрах, вернисажах и творческих встречах. В филиале библиотеки имени Маяковского открылась выставка работ представителей клуба «Арт-Позитив». Несколько десятков картин, созданных в разных техниках, стихи и даже песни. Чем запомнилось открытие выставки, расскажем далее. Председательница клуба «Арт-Позитив» Вера Язева к открытию выставки подошла с фантазией. На церемонии она не просто представила художников, чьи работы стали частью экспозиции, а для каждого сделала персональный творческий сюрприз. Например, сегодня наши художники, девчонки и мальчишки вообще не знают, что я куплю цветы. И для них это было приятным подарком. Цветок, по словам Веры Язевой, служил для посетителей выставки еще и ориентиром. Порозив руках, можно было опознать художника и обратиться к нему с вопросом. Сам клуб «Арт-Позитив» существует всего год. Принимает в него всех желающих, порой даже тех, кто к изобразительному искусству совершенно не склонен. Одна из участниц клуба «Арт-Позитив» Александра Маркова-Ерошина в своих работах больше всего тяготеет к натюрмортам. И эта тема ей кажется очень глубокой. Через натюрморт можно выразить очень много всего, в том числе какого-то внутреннего состояния. Природа, она нас питает, пропитывает, а натюрморт как-то мы немножечко создаем и влияем на него. Сегодня работы Александра выставлены не только в Сарове. Часть картин находится в Москве. Но участие в выставке «Клуб «Арт-Позитив»» для девушки – приятное дополнение к творчеству. Мы хорошо шагнули в ширины, познакомились с новыми людьми. И именно вот из-за того, что мы образовались вокруг нас, появились новые люди, новые какие-то возможности. Мы друг друга учим, друг друга мы заставляем их рисовать, они заставляют нас сочинять. Выставка художников «Клуб «Арт-Позитив»» открылась в филиале библиотеки Маяковского на улице Московской. Картины пробудут там до февраля 2019 года. А смотреть экспозицию можно в часы работы библиотеки. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова